Три человека, практически стеночки такой футбольной, стоят у Спартака. Естественно, Гудочек без работы остался. Хотя и выключаться из эпизода не нужно. Бросок в любой момент может прийти. Вот он, и вот добивание, и это гол. Йокерит выходит вперед, 1-0. Бросок Лехтанина вот здесь отбивает Гудочек, пытается среагировать на добивание у Нила. Бросок не получился, и от этого стало даже опаснее. Вот здесь, посмотрите, пошла шайба дальше, и Сави Найнен накатывает, его особо никто не видит, помешать этому броску никто не может. На синей линии, пока обрабатывал шайбу, Толуанин подскочил. В зону ворвался, сыграл через синюю. Пудос, хороший перевод, Лехтанина, замах, бросок, гол! Очередное набранное очко Мико Лехтанина в этом сезоне. Фантастическая результативность у этого защитника, 3-0. Любимов и Майна Лайнин, Олег Танин на синей линии. Перевод партнеру, бросок, гол! 5-1. Вот эта шайба ставит точку относительно результата сегодня. Итоговый счет может поменяться, но 4 «Спартак» уже не отыграет. Йонатан Пудос, шведский защитник Йокерита. Пока не появилось никакой записи в протоколе. Я не буду ничего предполагать и вас вводить в заблуждение. Тем временем еще одна шайба. Большинство Мико Лехтанина, у него сегодня 4 набранных очка. Счет становится 7-1. 6 плюс 6. Невероятные показатели Мико Лехтанина. Восьмая игра. И уже 12 набранных очков в этом сезоне у Мико Лехтанина. Обходит Эмилия Юси. Становится самым результативным защитником Лиги. Становится самым результативным защитником Лехтанина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok